Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены! Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий большого проекта, который называется Чилл, и в рамках этого проекта мы встречаемся на психологическом стриме. Что это такое? Дело в том, что последние два года, помимо активной деятельности в сети, я учусь на психотерапевта в Московском институте Гештальта. И когда все случилось в феврале, я принял решение волевое, что вот эти психологические чиллстримы, которые длятся каждую неделю один час, они будут вот моим таким вкладом в стабилизацию окружающего пространства. Эти психологические чиллстримы абсолютно бесплатные, у вас есть беспрецедентная возможность задать мне абсолютно любой психологический вопрос на любую тему, и я в режиме вопрос-ответ занимаюсь вашим вопросом. Ну, настолько, насколько я способен к генерации мыслей и более-менее, вот видите, я уже запинаюсь. Это говорит о том, что в Петербурге сейчас плюс 29 градусов, жуткая жара, внезапно врубили отопление в Питере, и говорить чрезвычайно сложно. В связи с тем, что я просто тупо не выспался из-за этой жары. Однако это не отменяет нашего формата. Я отвечаю на ваши вопросы, вы их пишите в комментариях. И я незамедлительно перехожу к ним. Пожалуйста, начинаем. Привет. Синдром спасателя. Как в себе его исправить? Синдром спасателя. Как в себе его исправить? Вот когда люди пишут мне подобные сообщения, становится очевидно, что ответ уже находится в самом сообщении. В самом вопросе есть ответ. Само наличие осознания у вас синдрома какого-либо. Синдром спасателя, например. Другой вопрос, что именно вы вкладываете в это понятие, ну допустим, это то, что вы постоянно вписываетесь в какую-то поддержку каких-то людей. Это говорит о том, что вы уже осознаете свою, назовем ее, проблемой. А если вы уже на пути осознания чего угодно внутри себя, это говорит о том, что вы приближаетесь к управлению этим. То есть, в сущности, написав этот вопрос, вы уже начинаете управлять этим синдромом. Как исправить? Ответ прост. Осознать, что вы этим занимаетесь и остановить этот процесс. Вроде все. Если вам непонятно, как останавливать, других методов в рамках психотерапии не существует. На самом деле, принцип любой психотерапии заключается в том, что вы осознаете то, что вы делаете на самом деле. Как это происходит? Ну, любой психотерапевтический сеанс, он выглядит как общение двух людей. Психотерапия – это встреча один на один, прежде всего. Психотерапевт и клиент. Клиент приходит с неким запросом. В вашем случае, синдром спасателя, как к себе его исправить. И любой психотерапевт будет задавать вам вопросы. Вопросы следующие. Что для вас этот синдром спасателя? Что это такое? Как вы его ощущаете? Что вы конкретно делаете в рамках этого синдрома? Почему вы называете то, что с вами происходит, синдромом спасателя? Может быть, это что-то другое. И при помощи разных вопросов вы выходите на некую осознанность. Модное слово сейчас в мире интернета, но как бы ни было. Вы выходите на осознанность своих действий. И затем вы встаете в так называемую метапозицию. Что такое метапозиция? Это когда вы становитесь способны наблюдать свои импульсы и наблюдать свою психологическую жизнь. Это такая умственная конструкция для того, чтобы исследовать что-либо. Ну, условно говоря, для того, чтобы исследовать микроба, вы должны его засунуть там куда? В специальное устройство, настроить микроскоп и вот за ним наблюдать. Наблюдать за его жизнью. В сущности, метапозиция, о которой я только что сказал, она именно вот так и выглядит. Вы внутри себя организуете такую микролабораторию при помощи психотерапевта. И становитесь способны к наблюдению своих внутренних психологических импульсов и ситуаций. Это и называется метапозиция. Затем вы выходите на осознание своих действий, может быть, неосознанных. Наверняка в этом синдроме спасателя у вас есть какие-то вторичные выгоды. Вы зачем-то это делаете. Может быть, потому что вы хотите быть хорошеньким. Может быть, потому что из-за этого же вы не умеете отказывать другим людям в их просьбах. И игнорируете самого себя и свои потребности. Это может быть связано с различными травмами в детстве, которые тоже требуют некого осознания. Так вот, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, как избавляться. В сущности, вот этот подход психотерапевтический, который позволяет выработать эту метапозицию, он подходит к исследованию любых синдромов, любых проявлений человеческой психики. Абсолютно любых. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Если вам что-то непонятно, вы можете дополнить свой вопрос в комментариях. Если вам хочется более серьезно над этим поработать, я бы рекомендовал вам исследовательскую деятельность в рамках психотерапевтического взаимодействия. Любой психолог, любой психотерапевт, в общем, вам способен в этом помочь. Вам не нужны какие-то серьезные вещи, насколько я сужу по вопросу. Вам не нужна медикаментозная помощь. Вам вполне подойдет лечение словом. А именно так называется психотерапия. Таков мой ответ. Продолжаем разговор. Я принимаю ваши вопросы в комментариях. Меня спрашивают, вопрос еще актуальный. Да, вот, собственно, актуальный. Еще целый час я буду в прямом эфире с вами тут заниматься. Психологическим чиллстримом и тренироваться в сообразительности и в красноречии. Мы договорились, что в конце чиллстрима вы ставите мне оценку, насколько я владею ораторским мастерством. Нужно ли ждать от любимого человека признания в любви? Или не стоит заморачиваться? Нужно ли ждать от любимого человека признания в любви? Или не стоит заморачиваться? Интересная сама постановка вопроса. Нужно ли ждать от любимого человека? Всегда мне казалось, что любимый человек либо хочет вам это говорить, но либо не хочет. Третьего не дано. Оказывается, вы можете сидеть и ждать и страдать по этому поводу. Стоит ли вам заморачиваться? Это вопрос открытый. Вопрос открытый прежде всего для вашей психики. Вообще в целом человеческие личности способны заморачиваться по любому поводу. Только дай возможность. То есть мы способны депрессовать от чего угодно. И страдать от чего угодно. Рекомендации вот таких кухонных психологов, которые говорят, что типа, да ты не заморачивайся, да ты забей, это типа фигня все. Это, конечно, знаете, так не работает. Если бы это так работало, то никакие специалисты, никакие психиатры, никакие психотерапевты профессиональные вам были бы не нужны. Посидишь на кухне с подружкой за кофейком, и типа она тебе говорит, да ты не заморачивайся. И, собственно, и все. По поводу ожидания от любимого человека, к сожалению, наши ожидания так устроены, что с большой вероятностью каждый, кто чего-то ожидает и считает, что что-то должно произойти, ему, в принципе, кто-то чего-то задолжал, он обречен на страдания. Зачастую наши ожидания не соответствуют и не бьются с реальностью, с реальным миром, к сожалению. Ну, скажите мне, кто не обламывался сотни раз, ожидая, там, не знаю, счастья от этого мира или бесконечных удовольствий в рамках нашей вселенной. Ну, ждать можно чего угодно. Это не значит, что реальность ответит тебе благосклонностью, даже наоборот. Поэтому мой ответ, я бы на вашем месте вообще ничего не ждал. Скажет ваш любимый человек, что он вас любит, ну, радуйтесь. Не скажет, ну, значит, он вас не очень любит, может быть. По поводу, стоит ли заморачиваться, это, как говорится, аптую. Хотите, заморачивайтесь, не хотите, не заморачивайтесь. Дамы и господа, мы продолжаем психологический чиллстрим. Я в прямом эфире нахожусь один час. И у вас есть беспрецедентная возможность задать мне абсолютно любой вопрос в комментариях. Это бесплатно для вас и полезно. Я, во всяком случае, на это очень рассчитываю. И напоминаю, что это мой вклад в стабилизацию мира, который в данный момент стремительно сходит с ума, и все мы летим в бездну. Ну, во всяком случае, так считается. Так, давайте вернемся к инстаграмчику. Интересный вопрос. Как научить ребенка не зарабатывать дружбу через материальное? На улице, во дворе раздает всем конфеты, соки, в общем, такая добрая душа. Любопытно. То есть у вас ребенок подкупает людей на улице? Вообще, это достаточно эффективный способ располагать к себе людей. Чем не способ, чем он вас не устраивает. Мне кажется, ваш ребенок проявляет чудеса смекалки и находчивости. Потому что, ну, другим людям должно быть интересно, правда, по каким-то внутренним своим причинам общаться с вами. И ваш ребенок ищет способ, как завоевать внимание других. Возможно, для него это сейчас очень важный эксперимент, в котором вы хотите его остановить. Или, типа, вы опасаетесь, что незаматериальное должны ценить нас люди из этой серии. Вопрос такой, открытый. Знаете, считаются учеными, прежде всего, что мы шимпанзе, что мы обезьяны, в сущности. И ничто обезьянье нам не чуждо. И в обезьяньях прайдах, например, секс самцы получают за еду. Ничего не напоминает вам. Еще раз. В обезьяньях прайдах секс самцы получают за еду. За доступ самки к еде. Знакомо, правда? У меня тут мухи летают. Знакомо, правда? Или, например, в рамках обезьяньих прайдов существует конкуренция. И самцы постоянно выясняют отношения. У кого длиннее и кто круче. Ничего не напоминает вам. И в этом смысле ваш ребенок, не хочется вас расстраивать, но он является ярким представителем обезьяньего прайда. И за еду и разные конфеты соки, как вы пишете, он таким образом себя продвигает в иерархической лестнице. Чем не способ? Близок ли он мне? Мне он не близок. Хотя в некоторые моменты, знаете, экономнее заплатить кому-нибудь что-нибудь и взамен что-нибудь получить. В конце концов, когда вы ходите, например, на косметические процедуры, вы же платите деньги. Ну, это могли бы быть конфеты или соки. А вам взамен дают косметические процедуры. Вас как-то не смущает, что вы обмениваете какие-то бумажки на конкретные действия в вашу сторону. Действия, между прочим, такого заботливого характера. Вас же как-то это не смущает. Так а почему вас это смущает в ребенке? Ответьте-ка мне. Ответ? Да не почему. Это норма жизни. И классно, что ваш ребенок, повторюсь, проявляет креативность в этом сложном подходе к коммуникации с другими людьми. Мне вот так это видится. Продолжаю принимать ваши психологические вопросы в двух социальных сетях, ВКонтакте и в Инстаграме. Абсолютно любой вопрос доступен. Я отвечаю на него. Вот все, что у меня есть в голове. А есть у меня в голове. Сейчас получаю третье высшее образование психологическое в Московском институте гештальта. Первое у меня, кстати, актерское. А второе бизнес образование. Так что мне кажется, что у меня достаточно такой комплексный подход к разным вопросам. Но в данном случае мы говорим о психологии, потому что, мне кажется, это в рамках проекта ЧИЛ вполне уместно и адекватно. А самое главное, что во все времена это интересует людей. Отношения с другими людьми, отношения с собой, все это чрезвычайно интересно и полезно. Продолжаем. Добрый день, Артем. Вопрос такой. Знаю, чего хочу. Знаю, как. Но все жутко лень делать. Как победить лень и заставить себя встать и идти? Как победить лень? Я уже не однажды говорил о том, что лень, лень и прокрастинация новомодная, это признак отсутствия смысла. Отсутствие смысла. Когда нет смысла, нет никакой мотивации что-либо делать. А вот как найти смысл, вот эта задачка посложнее бинома Ньютона. Как искать смысл, чтобы ушла лень? Главный вопрос в поиске смысла, зачем? Очень простой вопрос. Зачем? Вот вы говорите, я вот знаю, мол, чего хочу и знаю, как все это сделать. А зачем вам это делать? Вы говорите, знаю, чего хочу. Зачем? Зачем вам то, что вы знаете, чего хотите? Вы, конечно, не пишете, что именно. Но в целом, зачем? Ну, к примеру, вот вы знаете, как заработать миллион рублей, например. Но вам миллион рублей объективно нужен? Ну, вот зачем? Вот что вы хотите на этот миллион рублей купить, например? И что это, ну, вот прям вас мотивирует, знаете? Вот прям вот спать не могу, дайте мне, не знаю, там, катамаран за миллион рублей. Или сколько там он стоит? Ну, не катамаран, ну, что угодно, да? Мотоцикл. Ну, вот я, например, мне вот мотоцикл не нужен. Я могу его купить? Ну, могу. Знаю, ну, что можно на нем покататься? Ну, можно. Но мне он не нужен, я его не хочу. Потому что я не понимаю, зачем? Или, например, вот я, например, не рыбак. Ну, мне неинтересно. Рыбалка от слова совсем. Ну, и, соответственно, я, мне будут предлагать вокруг, вот, возьми удочку, такую-сякую, едь на берег реки, садись. Ну, я, я знаю, что могу туда поехать. Ну, ну, могу. Но я не хочу. В связи с этим у меня нет никакого мотива. И вот это слово «зачем?» Ну, вот зачем мне удочка, если я терпеть не могу рыбалку? Да незачем. В связи с этим у меня нет никакого мотива отрывать свою задницу от дивана. Я лучше полежу, да? А как только нету смысла, то, соответственно, приходит старая добрая лень. Да нахрена вообще все делать, если вообще мне это неинтересно? С другой стороны, я уверен, что предложи вам то, что у вас найдет отклик в душе, то, что вы реально захотите, у вас найдется 100 способов, как это получить. Вам сразу будет не лень. И речи о прокрастинации не пойдет, ну, никакой. У вас будет интерес сделать то, что вы действительно желаете. Вот и вся арифметика. Еще раз. Задайте себе вопрос. Зачем вам то, что, как вам кажется, вы хотите? Нахрена? В чем потребность там? И есть ли она? Возможно, у вас все потребности, которые такие жизненно необходимые, закрыты. Вам ничего не нужно. Ну и, слава богу, наслаждайтесь тем, что вы свои вопросики на данный момент решили. Я вас уверяю, жизнь вам подкинет разных приключений в ближайшее время. Разных. У вас появится мотив на то, чтобы что-то делать. Просто невозможно прожить жизнь с карамелькой за щекой, сидя на диване и поглядывая в экран телевизора. Рано или поздно что-нибудь случится, вам придется встать и куда-то пойти. И там не встанет вопрос ни о лене, ни о прокрастинации, ни о чем-то таком. У вас будет сильный мотив что-то менять. Так устроена жизнь. К сожалению или к счастью. Артем, привет. Прошла первую ступень Московского института гештальта. В гештальт-подходе очень хочется начать консультирование быстрее. Каким путем ты бы пошел? Длительность ступени два года. Я уже пошел путем. Я тоже учусь. У меня вторая ступень. Я уже занимаюсь консультированием. А что ждать-то, собственно? С одной стороны. С другой стороны, можно и подождать. Разницы большой нет. Но я вижу у вас желание консультировать побыстрее. Ну так и начинайте. Что мешает? Страх? Ну, страх дело такое, конечно. Но, в общем, одним словом, я бы на вашем месте начал делать то, что вам нравится. Жизнь коротка, чтобы ее тратить на какие-то сомнения. Вот, если честно. Хочется? Вперед! Дамы и господа, я вижу вообще не психотерапевтические, не психологические вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы по теме. Про политику я здесь вообще не разговариваю. Я разговариваю про психологию. Пожалуйста, пишите психологические вопросы. Вопрос. Что должны нам наши родители? И мы ли им готовы помогать? Или наоборот, до какого возраста? Кривой вопрос, но в целом вопрос интересный. Что должны нам наши родители, а что должны мы нашим родителям? Вопрос дико интересный. В обществе находят разные отклики. Я сейчас, скорее всего, скажу не очень популярную свою точку зрения на этот вопрос. Но уж другой у меня нет. Итак. Есть ваши родители, которые в какой-то отрезок своего жизненного пути встретились, познакомились и зачали вас. Будем надеяться, что зачали они вас по обоюдному согласию. И обе стороны ожидали, что в результате встречи мужчины и женщины при определенных обстоятельствах появляется ребенок. Так вот. Если это было добровольное решение двух, ну мы надеемся, взрослых людей, ну во всяком случае в России считается, что с 16 это уже взрослые люди, способные принимать какие-то решения. Это, конечно, совершенно не так, но юридически это так. Так вот, эти два человека в здравом уме и трезвой памяти приняли решение родить вас. Я уверен, что ваши родители, и мои в том числе, они находятся не в безвоздушном пространстве. И когда люди рожают ребенка, они подозревают, что это предполагает и налагает на них некие ограничения и некие обязательства. Обязательства. Так это то же самое, как завести кошку или собаку. Это ограничение. И ответственность за живое существо. В этом смысле ребенок вообще ничем не отличается. Так вот. Родили они вас в здравом уме и трезвой памяти по собственному желанию. В связи с этим, должествование, но мы сейчас говорим о том, что должны стороны в этом союзе, назовем его так. Так вот, должествование все же, на мой взгляд, ложится на родительские плечи. На родительские плечи. Потому что они взрослые. Они рожают кого-то. И обязуются в горе и в радости сопровождать этого кого-то в течение какого-то времени на жизненном отрезке. Этот кто-то ребенок. Так в этом смысле я считаю, что родители несут полную ответственность за своих детей. Ну, во всяком случае, точно до совершеннолетия. Родители за это отвечают. И они должны. Они должны. Создавать комфорт... Окей, не комфортные, но создавать ситуацию, в которой ребенок будет жить, как минимум. Повторюсь, это сродни тому, как вы берете себе кошечку или собаку. Но, очевидно, кошечка и собака не просила, чтобы вы как-то их брали к себе. То же самое, ребенок, который рождается, он никаких запросов к родителям не делает. Ну, типа, не говорит, типа, алло, возьмите меня, родите меня, я так хочу появиться в этом мире. Вообще, даже приблизительно этого нет. Родители хотят продолжения себя в этом мире. Ну, и в добрый путь, как говорится, никто не против. Соответственно, я считаю, что все издержки по содержанию, по воспитанию, по решению разных вопросов, связанных с ребенком, это все ложится на плечи родителей. Что должны дети родителям? И в какой момент наступает должествование? Вопрос серьезный и открытый. Я считаю, что детско-родительские отношения должны строиться по принципу «хочу». То есть, когда ребенок становится достаточно независимым, когда он обретает свою финансовую стабильность, когда он способен осмыслять происходящее, а не просто, типа, как двухлетние дети, находятся вообще в какой-то параллельной вселенной. То есть, когда он способен осознавать свои действия, становится полноценным гражданином общества и человеком, способным каким-то целенаправленным и взрослым, назовем это так, действием. Вот с этого момента возникает «хочу» у ребенка. «Могу» и «хочу». В сущности, мне кажется, что с этого момента должны начинаться взрослые отношения между взрослыми людьми. То есть, взрослые родители имеют взаимоотношения со взрослыми детьми. И это отдельные люди друг от друга. И в рамках этих отношений взрослых в идеале складываются взрослые отношения, взрослые отношения, которые строятся на добровольной основе. Не принудительной основе, а добровольной. С определенного момента родители перестают нести ответственность за своих детей. Вот мне кажется, ровно с момента, когда дети вырастают, входят в пару в 16-летие, или как там, как договоришься, что называется. Вот с этого момента это начинаются не детско-родительские отношения, а отношения взрослых детей. И с этого момента обе стороны не считают себя обязанными далее нести ответственность за взрослых людей. Вот это мое личное мнение. И вот в рамках этих взрослых отношений, как вот любых взрослых отношений, в которых мы участвуем, абсолютно любых, начинается «могу» и «хочу». И слово «должен» и со стороны родителей, и со стороны детей, оно исчезает. Я вижу это так. Сложность заключается в том, что и родители, и дети зачастую остаются детьми. Есть родители маленькие, и бывает так, что дети становятся родителями для своих родителей, и это зачастую токсичная ситуация, которая деформирует психику детей, и начинается полный дурдом у детей в отношениях с другими людьми, у родителей с детьми, короче, полный хардкор. И в этом смысле психотерапия как раз и Зигмунд Фрейд, который является создателем психоанализа, они вот эти вот детско-родительские отношения, их дисфункциональность, они изучают. Потому что там возникает очень много напряжения, конфликтов, психологических сложностей, именно из-за смены ролей. И это плохо, потому что общество таким образом невротизируется. И бывает так, что ни родители, ни дети вовсе не вырастают. И это большая-большая сложность и проблема. Вот психологически они не вырастают. Почему не происходит психологический рост? Это связано с тем, что люди в детстве очень часто, ну не знаю, в 95 случаях из 100 они травматизируются. Из-за воспитания, из-за того, как оно протекает. Короче, проблема. И вот если в первой части моего ответа я так отвечал на какую-то идеальную картину, изображал и живописал какую-то идеальную картину, идеальную даже скорее для меня, потому что я прекрасно отдаю отчет, что в мире тысячи мнений на этот счет, как именно должны родительские отношения, родительско-детские отношения строиться. Некоторые считают, что им дети должны по гроб жизни. Некоторые считают, что вообще не должны. Типа, давай, иди гуляй, Вася. Некоторые дети считают, что они чрезвычайно задолжали своим родителям почему-то. Короче, вариантов очень много. Но на мой взгляд, вот, я вижу это так. Если вы считаете как-то иначе, я вас приглашаю в комментарии поделиться своими мнениями. Мне, правда, интересно узнать, как именно люди мыслят на этот счет, кто кому в рамках родительско-детских отношений должен в принципе. Давайте пообсуждаем это. Может быть, я напишу какой-то пост на эту тему, потому что действительно это любопытно и интересно. Приглашаю в комментарии. Дамы и господа, мы продолжаем прямой психологический чилл-стрим, который будет длиться еще полчаса. Я отвечаю на ваши любые психологические вопросы. Еще раз напоминаю, что, пожалуйста, не надо... Не надо писать мне вопросы политического толка. Я на них все равно не отвечу. Это не предмет ни моего изучения, ни этого стрима. С какой периодичностью вы бы посоветовали общаться с психотерапевтом? С какой периодичностью вы бы посоветовали общаться с психотерапевтом? Знаете, во времена Зигмунда Фрейда, опять же, создателя психоанализа, который начинал свою активную деятельность в прошлом 20 веке, и который, естественно, изобретая психоанализ и принимая у себя пациентов и клиентов, тогда они назывались пациенты, потому что зачастую эти ребята имели отношение к психиатрическим лечебницам, он считал, что психоаналитический подход, он возможен только при частоте встреч пять раз в неделю. Пять раз в неделю. Потом, естественно, психология как наука, она претерпевала большие изменения, появлялись все новые и новые подходы в изучении психики, и в том числе, например, гештальт-подход, в котором я сейчас прохожу обучение и практикую, он предполагает ту частоту встреч, которую, скажем так, может себе позволить клиент по разным причинам. По финансовым, по психологическим причинам, потому что не все могут находиться в рефлексии и в изучении себя часто, например. Важен ритм. В любом случае важен ритм. Будь то это раз в неделю, будь то это два раза в неделю, три раза в неделю. Важен ритм. Есть такое понятие в психологии, в психотерапии, сеттинг это называется. Сеттинг. Суть его заключается в том, что вы с психотерапевтом договариваетесь на точное время и место и цену этой встречи. Абсолютно точную. И вот это знание, что в определенный момент недели у вас есть место, где вы сможете сбросить маски и попытаться заниматься исследованием себя и своей коммуникации, это уже само по себе является терапевтичным. И в сущности, неважно, как часто вы встречаетесь. Другой вопрос. Совершенно очевидно, что если вы встречаетесь один раз в неделю, это менее эффективно в плане вашего движения по вашей психотерапии, в плане осознания ваших процессов, чем вы будете встречаться два или три раза, или четыре раза. Вот я сейчас ездил на интенсив, и мы встречались каждый день на протяжении двух недель. У нас были групповые, группы были, и у нас была личная психотерапия. И это было каждый день. И я вам скажу, что с одной стороны, это, конечно, очень и очень трансформационно, действительно крайне полезно, но с другой стороны, те психологические вопросы, а мы изучаем вопросы, естественно, болезненные, которые запускаются в рамках человеческого взаимодействия, вопросы искажений различных, которыми мы, люди, наполнены с головы до пят, то, естественно, психика чувствует давление. И нам, людям, нужно некоторое время для того, чтобы осознавать то, что с нами происходит. И в связи с этим, вот, например, интенсивное такое воздействие, когда прям каждый день психотерапия, я сам на себе чувствую, насколько оно, в общем, местами даже мучительно. Другой вопрос, еще раз, это и более быстрые трансформации под собой подразумевает. Оптимальным, я считаю, количество встреч в неделю два. Два раза в неделю это вполне приемлемо и комфортно. А помимо того, что вы будете точно знать, когда это у вас происходит, это уже будет вас стабилизировать, у вас будет такой островок спокойствия и стабильности в этом сложном и хаотичном мире, вы будете точно знать, что этот человек, с которым вы встречаетесь, ваш психотерапевт, он точно, абсолютно на вашей стороне. Во всяком случае, я очень рассчитываю на порядочность психотерапевта, в котором вы будете обращаться, что он точно на вашей стороне. Эти встречи регулярны, эти встречи понятны для вас, прозрачны. Вы чувствуете поддержку, это очень важно. И вот это вот уникальное психотерапевтическое взаимодействие психотерапевта и клиента, пациента, оно действительно уникально. Ни в одном месте в рамках вот обычной реальной жизни вам нигде не удастся построить такие, они, с одной стороны, специфические отношения, а с другой стороны, терапевтические, действительно. Именно тем, что они имеют четкие границы, понятное, хронометраж. Иногда психотерапевты договариваются вообще о времени этой психотерапии. То есть для вас вы оказываетесь в такой понятной, предсказуемой лаборатории исследовательской, которая занимается исследованием человеческих отношений. И это зачастую уникальная, повторюсь, ситуация, и нигде вы такое не получите. Два раза вполне комфортно для того, чтобы в рамках часовых встреч исследовать то, что с вами происходит, как-то это обсуждать с психотерапевтом. И у вас появляются возможности, время для того, чтобы ассимилировать этот опыт внутрь себя, каким-то образом его осознать, обмозговать, и затем уже в реальной реальности с другими людьми этот опыт применить. Поэтому я вижу, два раза в неделю вполне комфортно. Может быть, в какие-то острые ситуации что-то с вами случилось, как-то вам очень плохо, тоскливо, депрессивно, одиноко, все эти запросы в рамках психотерапии удовлетворяются, и, может быть, вам потребуется чуть чаще встречаться. Если вы чувствуете себя более устойчиво, ну или по каким-то причинам вы не можете себе позволить встречаться чаще, то совершенно очевидно, вы можете встречаться раз в неделю, раз в две недели, любой ритм подходящий. Главное, по-хорошему, соблюдать этот ритм, не отменять встречи, потому что сам сеттинг, сама регулярность встреч, это уже инструмент для исследования. Как вы обращаетесь с договоренностями, это тоже предмет исследования, потому что ровно так же вы обращаетесь с договоренностями и в своей жизни. А эти договоренности и способность выдерживать напряжение контакта, а это способность, которая развивается, как мышцу накачать, это все является предметом изучения в рамках психотерапии. Это очень важная вещь. И регулярность важна. И количество тоже очень важно. Я надеюсь, что я более-менее развернуто ответил на этот вопрос. Если есть дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Артем, как ты взаимодействуешь с другими людьми, если, например, люди агрессивно настроены или бесят, раздражают? А в последнее время я с большим уважением отношусь к чужой агрессии, к раздражению и к бесячести. Почему? То есть как раз, когда я людей бешу, раздражаю, и они агрессивно ко мне настроены, знаете, это говорит о том, что я для них очень сильно важен. Вы подумайте над этим. Если вы человека раздражаете, он к вам агрессивно настроен, представляете, какая большая важность его, точнее, ваша внутри него. Ну, я воспринимаю это как комплимент. Помимо всего прочего, некоторые люди, не все, при помощи агрессии и раздражения вступают с вами в контакт. Ну, вот такой вот способ взаимодействия. Вопрос, конечно, формы этой агрессии. Очевидно, если на вас прет чувак с ножом или с дробовиком заряженной своей агрессией, то вам ничего... Он тоже хочет с вами вступить в контакт, просто вот такой очень странный. И, очевидно, ничем хорошим для вас это не закончится. Но в целом, если человек говорит, ты меня бесишь и раздражаешь, но ничего при этом, физической никакой агрессии нет в ваш адрес, просто он говорит, таким образом, для меня это признание моей важности, для меня это выход этого человека со мной на контакт. Это можно дальше обсуждать, что-то разговаривать. Конечно, когда на тебя направлена агрессия, в этом сложно находиться. Почему в этом сложно находиться? У нас такое общество, к сожалению, которое, с одной стороны, очень агрессивно, и мы сейчас это видим, сами знаете где, очень агрессивно. Во все времена люди были чрезвычайно агрессивны, вырезали друг друга пачками без зазрения совести. И вдруг в какой-то момент мы все превратились в каких-то заек, козочек, котиков, собачек, каких-то просто безобидных животных. Схуя ли я вот спрашиваю? Я прошу прощения за мой французский. Вот схуя ли люди в целом, в целом, и женщины, и мужчины, вот я встречаю на своем пути разных женщин и разных мужчин. Эти зайчики и котики, которые просто питаются праной и солнечной энергией, и просто никого не обидят, стоит, знаете, их немножечко потеребить, они с такой агрессией на тебя нападут. Это как бы не в сказке сказать, не пером описать. И в этом смысле, когда люди активно проявляют свою агрессию и заявляют свои сложные переживания, это лучше, чем вот эта вот зайка и котик, саблезубый котик и саблезубая зайка в какой-то момент вам вонзят свои клыки в спину под видом, что вы их там как-то оскорбили. Поэтому, повторюсь, я в последнее время отношусь с уважением к своей агрессии и к чужой агрессии. В какой-то степени это говорит о свободе другого человека, и это круто. В такие моменты я радуюсь, как ни странно, если только на меня не прут с кулаками. Это, конечно, меня не очень радует. Я обычно сливаюсь от такого. Это если говорить об этих сложных переживаниях. Но так как вы в сообщении об этом пишете, то давайте только это и обсуждать. А вопрос, как именно я взаимодействую с другими людьми, это как бы тема настолько обширная, что здесь можно записать лекцию часов на пять. Как я взаимодействую? В зависимости от ситуации я взаимодействую. Кто-то мне еще плюс-минус нравится, кто-то не нравится вовсе. Так что тут вопрос сложный. Но надеюсь, что на часть этого вопроса я ответил. У нас остается еще 15 минут прямого чилл-стрима. Скажите-ка мне, насколько у меня получается формулировать. Мы договорились, что в конце прямого эфира вы поставите мне оценку, как таксисту в Убере, и я жду этого от вас, дамы и господа. И от вас, и от вас. Продолжаем далее. Вопросов накидали целую кучу. Ну что же, что успеем, на то и ответим. Вот, кстати говоря, по поводу родителей пишут. Родители ничего не должны. Схуяли, как говорится, вам родители ничего не должны. Если они вам ничего не должны, то они вас не должны и кормить грудью в детстве. Вы помрете первым рейсом. Ничего они вам не должны, ага. Пишут, а вы кто? Вот это мне нравится вопрос. Вконтакте меня спрашивают, а вы кто? Ау! Человек заблудился в социальных сетях. Ждала-ждала чилл-стрим, но пришлось уйти по делам. Артем скучала по вашим эфирам. Послушаю в записи. Благодарю, что вы есть. Приятно такие сообщения получать. И ниже сообщения. А я енотик, кстати. Вот человек, видите, не саблезубый котик, а саблезубый енотик, кстати. Добрый день. Я еще тот аэрофоб. Но приходится много летать. Как избавиться от боязни летать? Насколько я знаю, методов и подходов в плане лечения аэрофобии существует превеликое множество. Начиная от садистических, где вас насильно запихивают в самолет и поднимают на высоту 10 тысяч метров. Типа наслаждайся, так сказать, справишься со своими чувствами, ну, значит, справишься. Нет, значит, нет из этой серии. То есть таким методом насилия пытаются научить не бояться аэрофобии. Типа, видишь, ничего не происходит же. Поэтому прекращай бояться, прекращай бояться. Ну, это для садистов. Мы же не это обсуждаем, да? Мы обсуждаем, как наиболее, скажем так, мягко к этому вопросу подойти. Естественно, что психотерапией этими вопросами занимаются. Скорее всего, ваша аэрофобия, как и все остальные фобии, они связаны с теми опытами, которые вы производили над собой в прошлой жизни. Не в прошлых жизнях, а в прошлой жизни. То есть у вас есть какой-то травматичный опыт, возможно, вытесненный из вашего сознания именно потому, что он сильно травматичный. Может быть, вы упали с дерева. Может быть, еще что-то было связано с высотой. И этот опыт оказывает сильное влияние на вас текущего. И, в сущности, вам нужно добраться внутри своей психической машины до этого опыта. До этого момента, когда высота для вас стала травматичной и стала представлять для вас повод сильно-сильно беспокоиться и считать, что вот сейчас на высоте вы погибнете 100 инфа сотка. Конечно, ваша аэрофобия, она связана прежде всего со страхом смерти. И изучать здесь нужно именно ваши взаимоотношения со смертью. Что вы вообще по этому поводу думаете? Как вы ощущаете приближающаяся смерть? Какие ситуации в действительности, в реальном мире к этой смерти приведут с точностью до 100%? Какие точно не приведут? Какая статистика крушения самолетов? То есть, вот такие вопросы. Здесь нужно, с одной стороны, взывать к опыту прошлого, изучать его, этот травматичный опыт. И с психотерапевтом это, конечно, можно сделать. Помимо всего прочего, существует гипнотерапия. Некоторые возвращаются и регрессируют. Регресс – это как раз возврат до той травматической ситуации. Используют такой метод. Я не очень верю в гипноз. Я все-таки предпочитаю психотерапевтическое взаимодействие, где вы обсуждаете с психотерапевтом чувства и эмоции, которые связаны с тем самым опытом. У вас внутри запечатлелись четкие переживания. Тогда, когда это с вами случилось. Повторюсь, вы можете этого совершенно не помнить. К сожалению или к счастью, психика, задача психики, задача всего нашего тела, всех органов и систем – это выживание. И любыми методами психика капсулирует ваши самые сложные переживания. Но, к сожалению, так устроено, что этот травматичный опыт, который с вами случился, он как бы требует разрешения. Он требует того, чтобы быть как-то допрожитым. И так как этот опыт был для вас сильно травматичный, у вас как вот пластинку заело, и вы дальше не можете проехать. Вам это нужно – проговорить, осознать, оплакать, что с вами такое приключилось, что вы так пострадали тогда. И затем вот это вот осознание, вот этого детского переживания, скорее всего, это в детстве было, даст вам возможность во взрослом возрасте опираться не на те эмоции, которые принадлежат ребенку в сущности, для которого, что уж там говорить, мама ушла в магазин, и кажется, что ты умрешь через пять минут. И единственная мысль – ты помрешь прямо сейчас. Но очевидно, что если во взрослом возрасте вас покидает какой-то другой взрослый человек, вы не погибнете с вероятностью в сто процентов. И вот это чувство страха перед полетом, оно основывается, конечно, на эмоциях. Оно к реальности, к реальной реальности, имеет такое опосредованное отношение. Конечно, очевидно, что самолеты падают периодически. Но какова вероятность этого падения? Но она стремится, в общем, практически к нулю. Практически к нулю. Во всяком случае, об этом нам говорит статистика. Именно поэтому в своем ощущении страха перед полетами вы опираетесь на эмоции и чувства какого-то прошлого человека, которого в сущности сейчас не существует, даже приблизительно его нет. Вы, скорее всего, взрослый человек, который решает массу вопросов в своей реальной повседневной жизни. Так, у меня остановилась запись почему-то. А почему? Ладно. Ага, у меня, наверное, кончилось место. Да, очень жаль. Так, сейчас посмотрим. Я прошу прощения, мне надо посмотреть, что у меня с местом на телефоне, и почему все остановилось, и когда это остановилось. Доступно 560 мегабайт. Так. Отлично. Час 08 мы записали. Да, место закончилось. Ну окей. Так. Сейчас что-нибудь удалим. Ну что делать? Вот прямой эфир. Прямой эфир, соответственно, все обламывается периодически. Вот больше всего бесит, конечно. У меня куча места на телефоне, и при этом его все время не хватает. Как ни крути. Все время не хватает. Придется что-то удалять. Да, в следующий раз надо будет... Надо будет что-то удалить. К сожалению. Да, ну ладно. Будет такой короткий эфир получается у нас. У нас остается 8 минут, кстати говоря. Надеюсь, про аэрофобию я рассказал. Неприятно. Окей. Окей, окей, окей. Окей. Так. Так, дамы и господа. Да, значит, у нас тут непредвиденная ситуация случилась. У меня закончилось место на телефоне, и это очень-очень грустно. И в связи с этим у нас прекратилась вся трансляция. И вот это прям плохо, честно говоря. А возобновить, чтобы сейчас, мне нужно все это... Ну, в общем, целое дело. Давайте я отвечу на последний вопрос. И затем мы будем заканчивать прямой эфир. И на этом, собственно, все. Так. Артем, добрый день. Вопрос, как быстро выйти из стрессовой ситуации и остудить голову, когда отвечаешь сразу, эмоции захлёстывают, а потом стыдно и передумываешь по сто раз, и мучаешься чувством вины. Вопрос отличный. За 6 минут попробую на него ответить. Значит, ситуация заключается в том, что это все связано с импульсивностью, правда? У вас импульс, который не остановить. И, скорее всего, ваша импульсивность проявляется не только в этих ситуациях. То же самое касается, скорее всего, еды, каких-нибудь алкогольных или каких-нибудь приятных напитков. И всего. То есть, в целом, импульсивность и реакция на что-либо это, как бы, отчасти такое врожденное качество. Скорость реакции психики. Как это отслеживать? Я уже говорил про метапозицию. Про метапозицию — это когда вы способны как бы сами для себя быть таким контейнером для собственных эмоций. В детстве для вас это осуществляют родители. А во взрослом возрасте вам нужно этот навык развивать самостоятельно. То есть, вы как бы внутри себя освобождаете место для собственных эмоций. и таким образом учитесь справляться со своими импульсами. В какой-то степени вам придется пройти процесс такого механического оттормаживания своих импульсов. То есть, у вас возникает первая реакция, и вы должны научиться останавливать ее. И выдерживать напряжение этой эмоциональной реакции. Это сложно первое время. Кстати говоря, психотерапевты работают с людьми-зависимостями приблизительно так же. То есть, в сущности, сложность зависимости заключается в интенсивном желании чего-либо. В интенсивном желании чего-либо. Вот в вашем случае это интенсивное желание наговорить кучу неприятных слов. И вам нужно отслеживать свои импульсы. Как они возникают. В какие моменты они запускаются. Вот прямо заниматься исследовательской работой. Повторюсь, лучше всего это проводить в компании специалиста. Но вы можете и самостоятельно. У вас импульс появился. И вот это самый сложный момент, когда его нужно затормозить и его наблюдать. То есть, у вас желание сформировано что-либо сделать. В данном случае эмоцию выразить. Эмоционировать. Вот это нужно затормозить, как в машине. Нажать на тормоз. И наблюдать эту сильную эмоцию. Во всяком случае, у вас появляется возможность рассказывать другому о своей эмоции. Ты знаешь, я сейчас чувствую такую ярость. Мне так хочется тебе наговорить много неприятных слов. Что мне просто очень сложно сдерживаться. Чувствуете, я как бы не сказал вроде неприятных слов. Но как минимум сообщил. Инстаграм упал. Отлично. Причем физически. Да, продолжаю. Так вот, соответственно. У меня такое сильное переживание, что я хочу наговорить тебе много нехороших слов. Вы как бы ничего вроде не сказали. Никаких грубостей. Но во всяком случае, сообщили о своем намерении и желании. И уже это разгружает вашу психику. Потому что вы признаете наличие эмоций внутри себя. А это очень психотерапевтичная, терапевтичная такая история. Вот. И это позволяет вам освободиться от этих эмоций, не прибегая к тому, чтобы наговорить каких-то лишних слов. Это чрезвычайно сложно. Это навык. Он тренируется. Как мышцу качать. Но это действительно сложно. Я желаю вам в этом большой удачи и терпения. Такие дела. Дамы и господа, у нас в конце произошло непредвиденное. Отвалился вначале телефон у меня, а затем отвалился инстаграм у меня. И все это произошло в последние 10 минут. Просто изумительно. Все как в жизни. Все как всегда. Я благодарю за ваше внимание вас. Прощаюсь с вами на неделю. Через неделю я буду вести прямой челстрим в другом городе, не в Питере. В других декорациях. Надеюсь, что все пойдет и пройдет гладко. И я смогу его провести там, где я буду. Потому что в последний раз в Ульяновске, например, я не смог провести челстрим, к сожалению. А в Сочи, например, у меня все получилось. Жизнь разнообразна и непредсказуема порой. Подписывайтесь на YouTube-канал, который называется Чил Ти Ви. Там мы выкладываем все стримы, нарезаем их на части. И создаем такую большую психологическую энциклопедию, где, мне кажется, за год наших встреч я отвечу абсолютно на все вопросы, которые у человечества, в принципе, возникают. Такие дела. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся, увидимся, пока.